Беседа святителя Иоанна Затаустова называется «О корыстолюбии». И навлекал на тебя тысячи обвинителей. И что еще гораздо ужаснее, когда потерпевший от тебя зло и потерявший все свое состояние, пристанет в тот день пристрашным судилищем, а ты не будешь иметь ни одного защитника, что скажешь ты тогда судящему? Теперь ты еще можешь и подкупить этот человеческий суд, но тогда-то тот суд уже не подкупишь. И не говори мне, как такой-то наслаждается счастьем, будучи нечестив. Если он наслаждается, то не до конца. Не ревнуй, говорится, злодеям, рог Давид говорит, потому что они, как трава, скоро иссохнут, и как зеленеющий злак, скоро увянут. Корыстолюбия есть некая старая закваска, и куда бы она ни проникла, в какой бы дом ни вошла, делает его нечистым. И хотя бы ты немного приобрел от неправды, она заквашивает все твое имущество. Вот почему часто немногое внесенное худо лишало многого собранного хорошо. В народе есть такая пословица, она говорит, чужой рубль своих два потянет. Но почему, скажешь, когда обогащающихся и сластолюбия много, они не терпят одного и того же наказания? Непременно потерпят, хотя они за час терпят. Если же теперь они и избегнут наказания, то тем более бойся тогда, потому что они соблюдаются для большего наказания. Да если и сами они и избегнут его, то получившие в наследство их имущество потерпят то же самое. Но как же это, скажешь, справедливо? Даже весьма справедливо. В самом деле, тот, кто получил наследство полной неправды, хотя сам и не похищал, тем не менее, отлично знал, что владеет чужим добром и потому справедливо заслуживает наказания. Итак, если ты знаешь обиженных, отдай то, то отдай им с великой лихвою, по примеру Захея. Если же не знаешь, раздели между нуждающимися, таким образом облегчишь зло. Если мы отдадим лишь все чужое, нам нет никакой пользы. И это возвещает Захей, который сказал, что только тогда он умилостивил Бога, когда отдал четверо боли того, что было отнято. Если Лазарь, который не потерпел никакой обиды от богача, а только не получил для себя пользы от его имущества, становится суровым обличителем против него, то какое оправдание будут иметь те, которые, кроме того, что не дают милостыню из собственных средств, захватывают еще и чужое. Если те, кто не напитал алчущего Христа, вместе с дьяволом осуждаются на огонь неугасимый, то какому же наказанию подвергнутся те, кто своим хищением даже предают его голоду, обнажают одетого, не только не принимают его как странника, но и гонят, не только не посещают его болящего, но даже еще боли удручают, не только не навещают заключенного вузы, но и освобожденного стараются вернуть в темницу. Если тот, кто любит любящих его, кажется и окажется в положении нисколько не лучше язычников, то какое прощение будет иметь тот, кто обижает не сделавших ему никакой обиды? Подлинно не только похищать чужое, но и не уделять другим из своего имения есть хищение, любостяжание и грабительство. Устрашиджим же такого дела, убежим от греха, а избежим мы его, если вспомним о тех, которые раньше нас сделали неправды, предавались корестолюбию и отошли на тот свет, не пользуются ли их деньгами и трудами другие, когда как сами они терпят мучения, наказания и нестерпимые бедствия. И так, не крайне ли безумие изнуряться и мучиться, чтобы и при жизни изнемогать от трудов и по смерти подвергнуться невыносимым казням и мукам? Что может быть жальше хищника, когда же все собранное им богатство часто разделяет между собою враги и недруги, а сам он отходит отсюда, унося с собою накопившиеся от них грехи, чтобы со всей строгостью дать ответ за беззаконие, которое он совершил из-за них? Что может быть несчастье корыстолюбцев, которые и жизнь свою делают тяжелее всякой смерти, снедая и постепенно истощая ее заботами, печалями и постоянной бессонницей, отгоняя из себя вследствие этого всякое удовольствие и добродетели, и пороки. Аминь. 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 Аминь.